МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире на телеканале Юрген. Рабочий полдень. Передача, в которой вы можете узнать много нужной и полезной информации. Осенью актуален вопрос подготовки к сезону простудных заболеваний, в частности, гриппа. Среди известных на сегодняшний день инфекционных заболеваний грипп и ОРВИ занимают 95%. Каждый раз многие задумываются, делать прививку или нет, и как подготовить себя к дождливому и промозглому времени года. В студии Северинарпа. И мы начинаем. Наш телефон 46 90 60. И я представляю вам наших гостей. Сегодня в студии Нина Овчинникова, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Коми. Нина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. И Татьяна Безуглая, заместитель главного врача по лечебной работе Республиканской инфекционной больницы. Татьяна Владимировна, добрый день. Добрый день. Нина Александровна, первый вопрос к вам. Какие у нас ожидаются прогнозы? Я так понимаю, что грипп еще пока что где-то может быть на подходе к республике или даже очень далеко. Но все-таки какие вот можно дать прогнозы на сегодняшний день? На сегодня грипп еще не регистрируется. Ну, население, наверное, наше знает, что силами Роспотребнадзора проводится и в течение всего года лабораторное исследование заболевших ОРВИ и гриппом. И поэтому у нас действует в республике опорная база и постоянно ведется контроль. А какие же возбудители циркулируют? По данным Роспотребнадзора, вирусы гриппа пока еще не выделяются от заболевших ОРВИ и гриппом. Потому что, наверное, многие знают, что существует много на сегодня возбудителей, которые могут быть причиной возникновения заболевания ОРВИ. Или острореспираторной вирусной инфекции они называются. Мы так называем, а на самом деле по клинике ОРВИ могут протекать не только вирусные, но и бактериальные инфекции. Так вот, на сегодня не выделяем вирусы гриппа. Но это не означает, что вирус гриппа к нам не придет. На сегодня уже в Европе начали регистрировать циркуляцию вирусов гриппа. В Российской Федерации пока они еще не циркулируют. Но, тем не менее, уже составлены определенные прогнозы. И по данным руководителя Роспотребнадзора Российской Федерации Анны Юрьевны Поповой, в этом году ожидается циркуляция трех видов гриппа. H1N1-09 или Калифорния. Следующие это H3N2, Гонконг и вирус гриппа В. И, в частности, делается прогноз, что в основном, с учетом того, что прошлый эпидсезон переобладал H1N1 в Калифорнии, то в этом году будут преобладать все-таки H3N2 Гонконг и грипп В. Вот что они с собой несут, давайте об этом чуточку позже поговорим. Естественно, что одним из правильных моментов подготовки к сезону гриппов и ОРВИ, это прививочная кампания, которая уже идет в республике, уже есть привитые люди, в том числе, конечно же, и медицинские работники. Как обстоит дело, давайте сейчас посмотрим небольшой видеосюжет, потом продолжим нашу беседу. 40% привитых и не процентом меньше. Такие наполеоновские планы в этом году у медиков Коми. Вакцинировать от гриппа в республике планируют больше 300 тысяч человек. Объем работы колоссальный, говорят врачи. Поэтому действовать начали уже в сентябре. В 2015-м, вспоминают медики, число привитых было чуть меньше. Но даже та кампания смогла сдержать эпидемию в нашем регионе. Эпидемия, которая была с 25 января 2016 года, у нас зарегистрирована, она длилась три недели. И за этот период переболело где-то 42 тысячи населения республики Коми. Это всего 5% от всего населения нашей республики. И это связано с тем, что не очень много переболело, с тем, что мы все-таки привили 30% населения. В детских садах и школах медики уже начали опрос родителей. Согласны ли они на прививку их ребенка? Решаются не все. Врачи говорят, оно и понятно. В обществе плотно укоренились слухи, что дети вакцину переносят плохо и все равно сильно болеют. Хотя все это необоснованно, заверяют эпидемиологи. Сегодня состав препаратов усовершенствовали. Еще иммуностимуляторов добавили. Так что там есть все для крепкого северного здоровья. Мы часто болеем различными инфекционными заболеваниями. Прежде всего это урвей. Это еще раз подтверждает, что мы не настолько, наша иммунная система настолько сегодня может обеспечить нам защиту от инфекционных заболеваний. Кроме этого, детская вакцина, она еще безопасна, так как не содержит консервант. И все эти разговоры, что вот входит в состав там соль ртути, или формальдегид, или еще что, то, что вредно влияет на организм человека, здесь, в данном случае, то, что в составе детской вакцины отсутствует, это еще раз говорит о безопасности данной вакцины. Повышение температуры после прививки – нормальная реакция детского организма, да и взрослого тоже, твердят доктора на каждом углу. Зато в случае эпидемии только защищенный организм сможет пережить ее без последствий. Ведь самое страшное – это не сам грипп, а вызванные им осложнения. Врачи коми республиканской больницы одними из первых присоединились к прививочной кампании 2016-го. В учреждение уже второй раз приезжает мобильная бригада. Несмотря на то, что все в белых халатах, перед прививкой – строгий контроль. Спрашиваем о наличии жалоб, то есть такие, как повышение температуры, боли в горле, кашель, заложенность носа, то есть первые признаки острой респираторной инфекции. Осматриваем ЗЕВ, измеряем температуру тела, давление при наличии жалоб, там, на головные боли, головокружение. Пару минут и в организм попадает вакцина. Перед медиками не стоит выбор, делать прививку или нет. Они, как и учителя, входят в особую группу риска и просто не могут позволить себе самодеятельность. Любой, я думаю, из пациентов будет рад, если его врач, который его лечит, и медицинская сестра, которая оказывает его помощь, будет иметь вакцинацию, гриппа будет защищен и не будет являться источником инфекции. Поэтому медицинские работники прививаются активно, ежегодно и должны быть примером для основного населения. В общей сложности вакцинируют больше 70% медперсонала главные лечебницы коми. Но в случае эпидемии сдержать натиск вирусом они вряд ли смогут. Поэтому уже сегодня врачи ведут активный медицинский ликбез. В первую очередь среди родителей дошкалят и беременных женщин. Будущие мамы, кстати, стали благосклоннее относиться к вакцине и уже не бегают мимо прививочных кабинетов. Только в этом году привьют почти полтысячи беременных женщин. 17 сентября медицинские бригады выйдут в народ в прямом смысле. Прививать людей будут в крупных торговых центрах. А что, очень удобно. Пришел за покупкой, потратился, а тут на выходе совершенно бесплатно. Раздают защиту от грозного вируса. Кстати, в крупных федеральных центрах по такой схеме работают уже давно. Итак, в ближайшую субботу, друзья, у нас будет возможность привиться в каких-то крупных торговых центрах. Обращайте внимание, пожалуйста, потому что мне кажется, это весьма удобно. Вот у нас, кстати, здесь представлена одна из вакцин, которые предназначены для прививания населения в республике. Маленькая ампула, но она может спасти вам в буквальном смысле жизнь. Хотелось бы вернуться, очень много вопросов затронули в сюжете, вернуться вот к названию того гриппа, о котором вы говорили. Как он? H2N2. H3N2. Это гриппа H3N2. Гонконг. Вот он, я так понимаю, до эфира мы с вами чуть-чуть коснулись вопроса. Я так понимаю, что он какую-то опасную вещь вызывает. Ну, значит, любой вид гриппа, он опасен. Независимо, это гриппа или гриппы. И у каждого вида гриппа присутствуют свои осложнения. Но с прошлым гриппом, который был в прошлом эпидезонии, многие столкнулись и на себе буквально испытали, что из себя представляет. И действительно, тяжелейшие осложнения были со стороны легочной системы, то есть это вирусные пневмонии, это характерно для H1,1,1,9. Для H3N2, значит, он тоже опасен своими осложнениями, но здесь уже присутствует несколько другой спектр. И кроме вирусных пневмоний для данного гриппа присутствует еще нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы. И что характерно, что после перенесенного гриппа у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, нередко развиваются инфаркты или инсульты. И эти осложнения возникают через какое-то время, то есть через 2 недели, через 3. Уже переболевший и забыл, что он болел гриппом, а у него среди вроде бы такого полного благополучия случаются вот такие серьезные осложнения. А это на самом деле как раз последствия гриппа, да? Да, и это характерно, и медицинские работники об этом, в принципе, уже давно заметили, или наблюдают и подтверждают, что да, в анамнезе у таких, значит, лиц звучит о том, что они недавно переболели гриппом. И это связано с тем, что грипп, он не только на легочную систему влияет, а вирусы гриппа, но еще и поражает сосудистую систему, то есть повышается проницаемость сосудов, и это приводит вот к таким серьезным осложнениям. Татьяна Владимировна, Вы тоже на переднем крае борьбы, так сказать, с вирусами. Как Вы оцениваете прошлый сезон и какие-то, может быть, для себя прогнозы строите, лично для своей больницы, может быть? Ну, в прошлом году дети болели, были подвержены меньше заболеваемости, потому что и мы слышали, что были привиты, и в основном привиты детское население, потому что взрослые многие отказывались. А взрослые болели, болели серьезно, у нас было много осложнений, и беременные, которые затем инвалидизировались вследствие того, что невозможно вовремя начать противовирусную терапию, потому что очень много противопоказаний для терапии и серьезной терапии. А так, в принципе, мы ожидаем средней, тем более, что сейчас нам обещают, что приведут более 40% населения, и мы думаем, что мы справимся. Кто в группе риска? Давайте обозначим этих людей, чтобы они знали, что чего им ждать, если они вдруг не воспользуются этой маленькой ампулой. В первую очередь, в первую очередь, конечно, мы всегда беспокоимся о детях. Дети младше 5 лет, особенно из них дети младше 2 лет. И в репортаже прозвучало, что сейчас прививают беременных. Беременных для того, чтобы первые 6 месяцев от рождения дети были защищены как раз материнскими антителами. А можно прививать на любом сроке беременности? В 2010 году Американская ассоциация акушер-гинекологов выпустили на любом сроке. Но мы всегда, русские, перестраховываемся. И поэтому мы прививаем только во втором и в третьем, когда уже закладка органов закончилась. Второй и третий, особенно если роды предстоят в декабре, с декабря по март. Особенно эти женщины должны быть привиты, потому что ребенок родится незащищенным. И мама незащищенная будет. Она посещает и акушер-гинеколога, она посещает какие-то стационары, дает анализы какие-то. Поэтому ей обязательно нужно прививаться. Во-вторых, кроме детей, это, конечно, все люди с хронической патологией. Патологией сердца, бронхолегочной патологией. Потому что Нина Александровна уже сказала, что в основном грипп H1N1, он поражал легкие. И те люди, которые с бронхолегочной патологией, и так орган-мишень. И поэтому они заболевают очень тяжело, и очень тяжело их спасти бывает. Люди с сердечно-сосудистой системой, которые получают аспирин постоянно. А аспирин и вирус гриппа, они как бы в комплексе очень часто вызывают очень тяжелые осложнения, тяжелейшие виталины. То есть, грубо говоря, несовместимые. Несовместимые с жизнью, поражение печени, синдром Рея, когда мы ничего сделать не можем. И поэтому до 15 лет мы вообще у детей аспирин не применяем. При эпидемии гриппа стараемся аспирин не применять. Но микродозы эти люди получают. И это обязательно для разжижения их крови. Иначе у них будут образовываться тромбы. А при вирусе гриппа как раз страдает сердечно-сосудистая система. Сахарный диабет, онкология, люди с иммунодефицитами, беременные и военнослужащие. Сейчас мы их стараемся. Вы знаете, что раньше у нас же призы в зимой. И когда они в организованный коллектив приходят, все съезжаются со всей России. Обмениваются бактериями, вирусами. И поэтому мы их защищаем не только от гриппа, а от пневмококковой инфекции. Для того, чтобы защитить наших солдат. Вот у нас здесь представлена, я так понимаю, одна из трех вакцин. Да, на сегодня на российском рынке у нас три вакцины. Это Софи-грипп, это Гриппол и Ультрикс. Три вакцины, которые выпускают наши российские производители. Они относятся все три. К третьей, если мы называем, да, у нас сейчас три категории вакцин. К третьей, последней, как раз субъединичной, самоочищенной. К ней низкая реактогенность, которую говорили также в сюжете. Но еще две из них, Софи-грипп и вакцина Гриппол, имеют детские формы. О которых также звучало, что они не содержат консерванта. Почему детские и взрослые? Это очень дорогое производство вообще вирусных вакцин. Но для детей стараются сделать так, чтобы не попало ни капли консерванта. И беременных женщин прививают тоже этой вакциной, которая предназначена для детей, которая без консерванта. Вот моя коллега, кстати, к слову, одна из моих коллег, тоже из наших коллег, телеканал Юрген, буквально на прошлой неделе в защиту вакцин, хочу сказать, прививок, сделала прививку от гриппа. И максимум, что у нее немного, была небольшая боль в левой руке, и она быстро прошла. Поэтому я так понимаю, что с реакцией вообще проблем быть не должно, Нина Александровна. Ну, тем не менее, конечно, есть, как все иммунобиологические препараты, как все таблетки, как все лекарства вообще в жизни, и даже пищевые продукты, которые могут вызывать определенную аллергическую реакцию у определенных людей. Может быть. Температура незначительная, болевой синдром, миозит какой-то. Миозит – это мышечные какие-то боли. В течение суток-двое проходит. И в аннотации это все сказано. Но, тем не менее, это не те осложнения, которые вызывает вирус гриппа. И мы же сказали, да, что у РЗ много. Вирусов много, которые вызывают респираторные вирусные инфекции. Но мы прививаем только от одного – от гриппа. Потому что он самый страшный, самый коварный, как в течение заболевания, так и в развитии осложнений. Нина Александровна, а сколько, кстати, у нас вакцины в регионе? Сможем ли, так сказать, покрыть желание всех страждущих привиться? Ну, в этом году запланировано, конечно, максимальное, наверное, количество за последние годы. А то есть увеличивается, да, постепенно? Да. В прошлом году мы привели 30% населения. В этом году задача поставлена привить, и это не только наши, скажем, какие-то наполеоновские планы. Это в целом по стране охватить иммунизацию 40% населения. Для нашей республики это составит 343 700 человек. Из них 100 800 – дети. Дети до, значит, с 6 месяцев и до 17 лет. На сегодня, значит, вакцина поступила за счет средств федерального бюджета в количестве 130 тысяч доз. Поэтому вакцинация начата уже активно во всех территориях. Проводится иммунизация как детей, так и взрослых. Бесплатно? Бесплатно. То, что поступает за счет федерального бюджета, это в рамках национального календаря. Кроме того, значит, вакцина будет закупаться еще. И за счет средств республиканского бюджета выделено более 6 миллионов рублей. На сегодня проводятся аукционы. Это тоже будет проводиться бесплатно для населения. Но, значит, все, что поступит и все, что запланировано, конечно же, не покроет все потребности. Поэтому, воспользуясь эфиром, хочу обратиться к работодателям, чтобы они также позаботились о своих сотрудниках. Потому что весь упор делается на то, чтобы охватить иммунизацию ту группу риска, которая наиболее подвержена данному заболеванию. Или в меру своей профессии, потому что постоянно контактируют с людьми. То есть это медицинские работники, учителя, работники торговли, коммунального хозяйства, которые обеспечивают жизнеобеспечением, занимаются нашей республики. Но, кроме того, у нас много профессий, которые работают или вахтовым методом труда, находятся в отдаленных территориях. И, соответственно, медицинская помощь не может быть в силу своих особенностей, оказана быть своевременно. И, соответственно, работодатели должны позаботиться о них для того, чтобы защитить и обеспечить, наверное, качественный труд для своей организации, не потерять прибыли. Поэтому на сегодня есть все возможности, чтобы своевременно обратиться в лечебные учреждения и обеспечить иммунизацию своих сотрудников. Опять же, способов много. Это могут быть и за счет средств страховых компаний, потому что у таких серьезных организаций, как «Газпром», у них есть свои страховые компании, и они могут также обеспечить вот эту иммунизацию. Поэтому мы надеемся на помощь наших работодателей, и, соответственно, что план будет выполнен. Ну, будем надеяться, что, да, все-таки ответственность может принять правильное решение. По итогам прошлых лет они активно участвовали. В прошлом году было иммунизировано 22 тысячи работающих, которые не входят в календарь. Это хороший показатель. Да, это хорошее, это работоспособное население, но, тем не менее, это тоже плюс в общей иммунизации. Если можно маленькую ремарку. Значит, если мы считаем экономические потери, да, сейчас по больничным листам, то вирус гриппа – это тот вирус, который в течение трех недель сохраняет потом сниженную работоспособность, астенический синдром так называемый. Это тоже нужно учитывать. Не просто 5-7 дней отболел, как ОРЗ, но еще три недели он практически не может выполнять в полную меру свои функции. А если еще были осложнения, то это несколько месяцев и более. Так что, уважаемые работодатели, обратите внимание на рекомендации врачей. А у нас есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, как зовут вас? Меня зовут Екатерина. Екатерина, говорите, какой у вас вопрос? Я вот недавно уже успела поболеть простудными заболевать. Уже вышла на работу. Но у меня вот кашель сохраняется. А мне врач сказал, что где-то через неделю сделать прививку от гриппа. И когда ее можно будет делать? Спасибо. Я могу ответить, что противопоказания для вакцинации – это все острые заболевания. И далее решает врач от недели до двух. Иногда, если это не тяжелое заболевание было, да, респираторная, вирусная инфекция, любые другие, то когда лихорадка уходит, через неделю можно вакцинироваться. Но в аннотации у нас до четырех недель, если была тяжелая лихорадка, тяжело болел, и остаточные явления в виде покашливания, они не являются противопоказанием для вакцинации гриппа. Возможно, да, если доктор разрешает, принимает на себя вот это решение, то можно. Вот дозванком начали говорить о экономической эффективности прививки. Сейчас у нас есть небольшая такая таблица, тоже материал. Давайте посмотрим эффективность прививки для разных групп населения, в том числе я попрошу режиссера нам показать. Вот снижение влияния гриппозной инфекции, да. Вот посмотрите, какие довольно серьезные проценты. Насколько вы с ними согласны, как медицинские работники? Например, вот случай госпитализации среди пожилых на 48% снижается. Среди пожилых эффективность везде уже доказана. И старше 65 лет наиболее эффективна вакцина против гриппа у людей старше 65 лет, когда она параллельно идет с вакцинацией против пневмококовой инфекции. Потому что это основной агент, который идет вслед за гриппом и вызывает осложнения. Вот тогда эффективность наибольшая и наивыше. Ну вот еще тут самая большая эффективность, смотрю, случай заболевания гриппом среди привитых детей, да. Тоже на 60-90% снижается. Это тоже весь хороший? Или это слишком, или тут немножко завышено? Я думаю, что немножко все-таки завышено, потому что все-таки этот процент, когда идет в параллели против пневмококовой и против гемофильной инфекции. Потому что это основные агенты, которые вызывают осложнения при респираторных заболеваниях. Потому что ведь не считают этот процент не среди всех привитых, да. Очень сложно отследить, кто привитой, кто поступил, кто болел. А это в общей когорте всех детей, которые болели респираторными, вирусными респираторными заболеваниями, бактериальной теологией. У нас есть и микоплазма вызывает, и хламидии вызывают, ОРЗ. Это все осложнение течения гриппа, пневмококовой и гемофильной инфекции. Тогда да. Тогда 90 это точно. Ну вот на 60 точно соглашусь. Так что вот, уважаемые телезрители, посмотрите. Это тоже очень большой процент. Посмотрите, какие проценты, да. Что говорит о том, что прививаться все-таки, наверное, скорее стоит, чем нет. Поэтому задумайтесь лишний раз о своем здоровье. Противопоказания, мы сказали, это какие-то острые, да? Острые состояния или обострения хронических. Но обязательно в состав, даже вирус гриппа, он растет на курином бульоне. Так называемом, да, на курином яйце. Это питание вируса во время роста. То есть нельзя есть яйца? Нет. Это то, что он очищен, но могут остаться какие-то следы в вакцине. И тогда люди, у которых есть тяжелая аллергическая реакция на куриный белок, им нельзя делать эту вакцину. Это питается абсолютно противопоказание. Это абсолютное противопоказание. И если в предыдущую вакцинацию против любого, любой вакцины против гриппа, если были осложнения тяжелые, да, редкие, редчайшие, один там на миллион, на несколько миллионов. Это крайне редкие. Может быть, была температура выше 40 градусов, покраснение больше 8 сантиметров. Но это, я такого не слышала, но тем не менее, это все есть в инструкции по применению. Нельзя применять, если была тяжелая реакция на предыдущие введения любой вакцины от гриппа. Нина Александровна, откуда вообще к нам приходят вакцины? Вот вы сказали в начале периода, такие красивые названия, Калифорния, Гонконг, ну и какой-то там еще грипп Б, без названия такого. Но тем не менее, получается, что это откуда-то из-за границы к нам все приходит? Каким образом вообще в движении гриппа существует северовое? Так вакцины или возбудители? Возбудители, я прошу прощения, да. Но вирусы гриппа, они постоянно циркулируют среди населения, как любой вирус. Потому что вирусы не могут жить без человека, без животных. Есть много видов вируса, есть вирусы у птиц, есть вирусы гриппа, которым болеют животные, в частности свиньи. И есть вирусы гриппа, которые вызывают заболевания у людей. Особенность вирусов гриппа такова, что основным источником является вирусов, это птица, водоплавающая птица. А птица у нас еще и перелетная, она летает. То есть летом они прилетают к нам на север, а зимовать летят к себе на юг. И поэтому основной источник, резервуар, это птица. А вирус гриппа постоянно мутирует. И происходит в организме или свиней, или даже в организме у человека может происходить мутация. Потому что мы можем так же инфицироваться, не инфицироваться, то есть в организм может попасть вирус гриппа у птицы. Мы им не болеем, но в силу каких-то особенных условий, а вирусы хотят жить, как бы мы с ними ни боролись, они постоянно видоизменяются. То есть в течение даже года может произойти какая-то мутация в каком-то сегменте вируса. И вот таким образом появляются новые штаммы вирусов. Вот почему и постоянно меняются штаммовые составы вакцины. В то время, когда у нас лето в северном полушарии, в южном полушарии зима. И институтами гриппа, которые есть в каждой стране, и под эгидой Всемирной организации здравоохранения, постоянно происходит мониторирование, изучается, а что же, где, в какой территории на сегодня циркулирует. Происходят ли какие-то видоизменения. И на основании вот этих исследований составляется уже состав, значит, штаммовый состав. За вирусом следят. Да, тщательный надзор, тщательный. Я уже говорила о том, что даже у нас в городе Сыктывкаре существует такая опорная база. Мы не только смотрим, а что у нас, значит, регистрируется, что циркулирует, но в том числе, значит, вот эти материалы доставляются в институт гриппа, где более подробно его изучают, смотрят и прогнозируют, что же в дальнейшем нам ожидать. Это хорошо, что у нас есть такая опорная база. Давайте прервемся, у нас осталось немного времени до рекламы, и телезритель на связи жаждет общения. Добрый день. Алло. Да, здравствуйте, слушаем вас. У меня ребенку 14 лет, ей поставлен диагноз гипотириоз. Так. Может ли она делать прививку от гриппа, потому что в школе все равно заставят всех. Спасибо. В школе всех не заставляют, в школе предлагают, дают вам подписаться о том, что вы согласны с этой прививкой, но гипотириоз не является противопоказанием. Это состояние щитовидной железы, связанное с какими-то особенностями нашего севера. И очень много этих диагнозов сейчас. Они наблюдают своего эндокринолога, получают какую-то заместительную терапию, но тем не менее не является противопоказанием. То есть привить можно? До 15 лет дают родители согласие, после 15 лет подросток может тоже дать согласие сам. Так что вот мы вполне ответили, мне кажется, на ваш вопрос. Сейчас уйдем на небольшую рекламу. Далее нас ждут новости и продолжение беседы о том, как не заболеть гриппом, и стоит ли прививаться или нет, хотя я думаю, что с этим вопросом ответ уже вполне ясен. Итак, сейчас реклама на телеканале Юрген. Рабочий полдень в прямом эфире на Юргене продолжается. Сейчас настало время встретиться с представителем службы информации нашего телеканала, чтобы она рассказала о том, какие новости к этому часу у нас в регионе имеются. Александра Головина уже готова обо всем рассказать. Саша, добрый день. Добрый день, Северин. Спасибо. О самых заметных новостях прямо сейчас расскажу. Субтитры предоставил DimaTorzok Сразу два смертельных ДТП произошло в Коми накануне вечером в Книжпогорском районе. Семерка сбила велосипедиста, 52-летний мужчина погиб на месте. А в Карткировском районе после столкновения с грузовиком скончался молодой водитель мотоцикла. В Коми начнут освоение нового верхнещугорского месторождения. Оно позволит вдвое увеличить количество работников на руднике. Компания «Русалу» вложит в него более 3 миллионов рублей. Накануне она заключила соглашение о сотрудничестве с правительством республики. Народный университет для пожилых людей набирает студентов. Уже с октября жители столицы Коми старше 50-ти смогут пройти бесплатное 8-месячное обучение по агротехническому, литературному направлениям, виртуальному туризму, посетить уроки здоровья и красоты. Эти и другие новости смотрите в 16.30. Ну а прямо сейчас продолжение программы «Рабочий полдень». Северин, передаю тебе слово. Спасибо, Саша. Мы продолжаем наш прямой эфир. «Рабочий полдень» 46.90.60 наш телефон. Сегодня мы говорим о профилактике гриппа и ОРВИ. Говорим о том, что прививаться, конечно же, стоит. И пока что сейчас есть такая возможность. А на самом деле стоит сейчас прививаться, чтобы не упустить момент? Именно вот в сентябре? Да, конечно. Потому что далее мы ждем эпидподъема заболеваемости респираторными инфекциями любой другой этиологии, про которую мы уже говорили. И вирусы, и аденовирусы, и парагрипп, и, возможно, бактериальные инфекции. Когда мы начинаем в эпидподъем прививать, родители думают, что это осложнение прививки, а не течение инфекции, которой детки заразились как раз на эпидподъеме. Поэтому сейчас пока более-менее спокойно. Ну, дети уже пошли, уже общаются, уже делятся все, чем они накопили за лето. Кто откуда что привез. Кто откуда что привез. Очень много в этом году и респираторных инфекций, и кишечных инфекций везут нам с южного побережья. Поэтому они все делятся, и на этом повышении заболеваемости они могут просто болеть более тяжело, особенно в постфакцинальном периоде. Поэтому нам нужно успеть привиться сейчас, пока нет большой заболеваемости. Мы это видим сейчас. У нас отделение работает на 50% практически респираторных инфекций, поэтому сейчас самое время привиться. До каких сроков идеальный момент прививки? До середины октября, может, или где-то? Да, наверное, до середины октября это более идеально, потому что затем как раз парагрипп начинается у нас, как всегда. Потом аденовирусная инфекция приходит на смену. И потом уже, как по прогнозам этого года, что где-то с середины декабря начнется эпидсезон гриппа. Придет грипп. Нина Александровна, вот в сюжете, который в начале программы был, было сказано о том, что многие молодые мамы все-таки уже мимо прививочных кабинетов не пробегают. Можете ли вы тоже говорить о том, со своей стороны, как медицинский работник, представитель здравоохранения, что ситуация вот в плане того, что боятся вакцины, боятся прививаться люди, вот этот менталитет, что да что там мне вколят, непонятно там какие составы. Есть какие-то вот у людей изменения в сторону того, что все-таки задумываются над своим здоровьем и делают укол правильно? Ну, видимо, итоги прошлого эпидподъема и циркуляции тяжелого гриппа, они все равно принесли определенные плоды, потому что в этом году иммунизация, она началась более активно. И по итогам прошлой недели уже вакцинировано более 8 тысяч детей. В основном это, конечно, город Сыктывкарпика, потому что вакцина поступила только еще 28 августа, пока ее развозили. Но тем не менее уже вакцинация началась, и она идет довольно-таки активно. Очень активно вакцинируются медицинские работники в этом году. Уже 25% от плана медицинских работников уже привелись, и в сюжете показали, что они в очереди стоят. И это не реклама, это на самом деле. Потому что медицинские работники ведь сталкиваются с тяжелобольными, и они видят, как это тяжело протекает, это заболевание, какие тяжелые осложнения, а любое осложнение, оно не проходит бестетно, оно остается в последствии. И, соответственно, когда все это видишь своими глазами, то более, наверное, трепетно относишься к своему здоровью. Поэтому и спасибо средствам массовой информации, которые доносят правильную информацию, которая достоверна, которая имеет место, и население более грамотными стали, и поэтому к коммунизации стали относиться более серьезно. А в другие районы города вакцина поступит тоже? Или, может, уже поступает? Вакцина уже на сегодня везде. Имеется во всех территориях, в том числе и северных. Последние партии, значит, поступили где-то в начале той недели, и поэтому вакцинацию уже начали проводить во всех муниципальных образованиях. То есть можно в свою поликлинику обратиться, да? Да. И бесплатно тебе привезут? Бесплатно. Пока бесплатно, уважаемые зрители. Бесплатно. Для детей используется вакцина Гриппол Плюс, та самая, которая не имеет консервант. Она себя очень хорошо показала последние годы. Переносится легко. И вырабатывается хороший иммунитет. И детки действительно, я согласна с той таблицей, которую мы видели, они не болеют гриппом. Они могут заболеть другими респираторными заболеваниями, но гриппом они действительно показатель эффективности очень высокий. А детей надо обязательно прививать. Почему? Потому что если взрослые в своей жизни, может быть, и сталкивались, и болели заболеванием каким-нибудь из этих видов гриппа, и поэтому если будет преобладать какой-то там вид гриппа, то, соответственно, они могут и не заболеть, потому что у них сформировался уже иммунитет после перенесенного заболевания. А дети ведь не сталкивались. Это самая беззащитная категора. Да, у них отсутствует иммунитет от данного заболевания. И поэтому только вакцина может защитить от того, чтобы не заболеть и чтобы не заработать каких-то тяжелых осложнений, которые потом пронесут через свою жизнь. Татьяна Владимировна, хочешь добавить сюда? Немножко хотела добавить, что дети как раз раннего возраста, с 6 месяцев до 2 лет, которые не болели ранее, до 25 месяцев инструкция написана, которые не болели ранее гриппом, которые не были привиты, прививаются дважды. По полдозы им делается с интервалом 3-4 недели. Поэтому очень важно привить сейчас, чтобы успеть до середины октября, который мы определили, когда будет эпидподъем заболеваемости. Ну и потом есть работы, которые говорят о том, что если дети были привиты от гриппа, то и другими респираторными инфекциями они болеют несколько меньше. За счет того, что там введен полиоксидоний, иммунодевант, который стимулирует иммунную систему и не дает другим вирусам также развиваться в организме ребенка. Ну что ж, я надеюсь, к вашим советам прислушиваются. Все-таки есть действительно уже и статистические показатели прошлого года. Поэтому, уважаемые зрители, еще раз обращаем вас внимание на эту маленькую ампулу. Их три разновидности, этих вакцин. Поэтому выбирайте, какая вам нравится. Точнее, медики вам подскажут, что нужно, какую из них использовать. И, собственно, не болейте. Того же вам желаю я. Здоровья вам. Не затягивайте, уважаемые зрители, кстати, с обращением к врачу, если какие-то симптомы возникают у вас. Еще раз, здоровья. И желаю, чтобы этот сезон мы пережили хорошо. Спасибо вам большое. Друзья, с вами мы не прощаемся. Впереди еще прогноз погоды. Так что оставайтесь с нами. Теперь телеканал можно смотреть на всех интернет-совместимых устройствах. Персональных компьютерах, смарт-телевизорах, интернет-телеприставках, мобильных устройствах. Достаточно в своем телевизоре или мобильном устройстве установить приложение винтера.тв. И вы сможете смотреть Юрган в цифровом качестве и стандартном разрешении 16 на 9. При открытии приложения начнется загрузка всех доступных для просмотра телевизионных каналов. Выберите Юрган. Поместите его в избранное для последующего быстрого награждения. Пользование платформой винтера.тв бесплатное и не требует специальной авторизации пользователей. Открой смарт-тв. Найди Юрган. Итак, что с погодой, друзья? Какие градусы нас ждут на термометрах? Сейчас мы с вами узнаем, как и всегда по традиции уже складывающийся в рабочем полной. Мы говорим, конечно же, о погоде в тех населенных пунктах, которые обычно не упоминаются в наших прогнозах вечерних. Но тем не менее. Итак, сразу же хочется сказать такие общие моменты. Отметить, что ветер будет в основном северный везде. Небольшой от 1 до 3 метров в секунду. Везде практически ожидается прояснение, но облачность сохраняется. Местами под вечер будут слабые дожди. Может быть, это даже и не слабые. Но тем не менее, общий температурный фон, в этом вы сейчас убедитесь, по сравнению с прошлой неделей, обещают быть чуточку повыше. Хотя вот, например, в сельском поселении Окунев-Нос, Усцилимский район, мы помним, такое красивое название. Так и хочется на рыбалку туда поехать. Ночью там плюс 7, завтра днем плюс 13, ветер, я уже сказал, северный, с прояснениями. Переносимся даже в мутный материк, такой населенный пункт в Усинском районе, если кто-то не знал. Ночью там плюс 6, довольно прохладно, ну а днем аж плюс 14. Мне кажется, что для сентября в Усинском районе это совсем неплохо, тоже с прояснениями. Село Междуреченск с таким сказочным названием в Удорском районе. Ночь плюс 7, днем плюс 11, тоже прояснения ожидаются. Также уменьшится облачность и в селе Усть-Вым, наше знаменитое село. Ночь плюс 7, день 13, с плюсом вот так, и вот температурные показатели. Село, которое связано с одной из легенд коми народа, Синдор, озеро Синдор, мы все помним, да, легенду о Иркопе. Княж-Погодский район, ночь плюс 7, днем так же, как и в Усть-Выме, плюс 13, облачность, тем не менее, небольшая. Ну и дальше у нас пойдут две столицы районов. Усть-Кулом ночью 6, днем всего на 2 градуса теплее, плюс 8, облачность небольшая, северный ветер 1 метр в секунду. Кайгородок ночью 6, днем 10 с плюсом, северо-западный ветер и тоже облачность. Если говорить о народных приметах на 15 сентября, то надо прежде всего сказать, что 15 сентября назывался день мамонта-овчарника. Говорили, что именно в этот день нельзя выгонять утром скотину, иначе беду можно накликать. Ну, потому что скотина разозлится, наверное, и что-нибудь плохое сделает в доме. А самого мамонта ранее на Руси считали покровителем овец и коз, поэтому все вот как раз продукты, блюда из молока, овечий сыр и козий сыр обязательно присутствовали в этот день на столе. Поэтому советуем и вам к ним обратиться, тем более, что они полезны для организма. И вот приметы. Красный закат, по приметам, скоро ударят первые морозы. Дождь, если идет, завтра будет дождь, то осень будет сухой. Ну, судя по тому, что где-то есть прояснение, где-то в республике осень будет сухая. В любом случае, надеемся, что она будет безболезненная, друзья, и совершенно здоровая, яркая и красивая, как те кроны деревьев, которые обычно раскрашиваются в эту пору разными цветами. Смотрите «Рабочий полдень завтра» в 12.00 на телеканале Юрган. Всего вам самого хорошего, до свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА